20 декабря на один день спорткомплекс «Лидер» превратился в страну танцев. Вальс, квикстеп, самбо, румба, ча-ча-ча – все эти спортивные больные танцы можно было увидеть на краевом турнире «Спортивные надежды Кубани». О волнениях, эмоциях и невероятной пластике движений расскажут наши корреспонденты. Еще до начала турнира на паркете кружились пары, уже готовые к соревнованиям. На праздник танца в наш город приехали участники со всего Краснодарского края. Этот турнир является первым турниром в создании организации «Спортивный союз танцевального спорта Кубани». Спортивные больные танцы – это одновременно и спорт, и искусство. На турнире собрались самые юные спортсмены. Для многих участников это первое соревнование в их жизни. С таким значимым событием танцоров поздравил глава Славянского района Роман Сенеговский. «Мне очень приятно, что такой праздник «Спортивные надежды Кубани» проходит именно в Славянском районе. В Славянском районе очень любят спорт, у нас культивируются 24 федерации. Но самый красивый, самый грациозный, самый, не знаю, самый-самый – это, конечно же, турнир по бальным танцам». «Спортивные надежды Кубани» – один из серьезных конкурсов для юных танцоров, поэтому к выступлению в нем они готовились особенно тщательно. Глядя на участников турнира, легко скользящих по паркету, может сложиться впечатление, что научиться танцевать легко и просто. Но за каждым грациозным движением скрывается кропотливая работа, ежедневные тренировки и железная сила воли. Справиться с волнением, блестяще выступить и победить юным спортсменам помогает поддержка тренеров. «Они не готовятся к какому-то турниру прям целенаправленно, они постоянно ведут спортивную жизнь, спортивные занятия, без отдыха, без каникул, постоянно занимаются». Свою любовь и преданность танцам тренеры передают детям, а лучшая награда от воспитанников – очередные победы. В рамках конкурсной программы участники соревнований должны были исполнить два или три танца, в зависимости от возраста выступающих. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, выступавших сольно и в паре. Необыкновенный фейерверк положительных чувств и эмоций подарили юные спортсмены всем зрителям турнира. Как и во всех видах спорта, в бальных танцах есть свои лидеры. Но главная цель для каждого – победа, и идут ребята к ней с уверенностью. «Я занимаюсь танцами уже год, мне очень нравится танцевать. Я очень хочу сегодня победить». «Я занимаюсь, наверное, уже практически год, мне очень нравится. Я ходила много куда, но больше мне нравятся танцы. Ну, как бы, это, как… Ну, очень красиво». «Мне больше в танцах нравятся движения, потому что там все эластично». «Мы очень же хотим победить». По итогам выступлений были определены имена победителей во всех возрастных категориях. Но, несмотря на то, какое место заняли, все участники подчеркнули из соревнований что-то свое. Для кого-то это турнирные очки, а для кого-то бесценный опыт больших соревнований, а также стимул для достижения дальнейших побед. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».